Дорогие друзья, после просмотра видео предлагаю вам посетить группу ВКонтакте, посвященную таким необычным и определенно запоминающимся личностям, как Филиппин, Кофи, Такс, Шимора, Варпач и Клейнс. Ссылка будет в описании. Здарова, ребята, и давайте снова погрузимся в бесконечное размышление о том, быть или не быть летсплейщиком. Как правило, это желание возникает на почве истерики от полученных эмоций в процессе просмотра видео своего кумира. Эх, как бы было бы волшебно, если бы я и мои друзья зарабатывали бы кучу бабла, играя в игры и затачивая зрителя под свой исключительный юмор. Как правило, это всё остаётся на уровне мечты, и если ползёт дальше, то ненамного. Всё потому, что запал пропадает уже в самом начале, как только юный летсплейщик сталкивается с своими первыми проблемами. Не буду их озвучивать, на мой взгляд, они вполне очевидны. И тут приходит на помощь пробивной характер. Или не приходит, смотря есть ли он вообще в наличии. Добившись некоторых, казалось бы, некогда несбыточных высот, ты позволил себе выйти из порочного круга серой массы нехочух и неумек. Позволил зрителю ощутить нечто новое. Позволить, значит, переосилить. И сегодня я хотел бы ответить на вопрос, что этот летсплейщик себе позволяет. Ну что, рыцари дорог, всем привет, всем доброго негра, с вами, как всегда, Филиппин. И сегодня мы поиграем и, пожалуй, сделаем прохождение игрушки Mad Max. Филиппин имеет необузданную привычку захлебываться в собственных эмоциях, что дает удивительные плоды в виде эмоционально перевешивающих моментов. В пределах здравого смысла, разумеется. Направо! Направо? Направо, твою бочь! О май гад! Монолог, адресованный непосредственно зрителю, преисполнен рьяных посылов, состоящих в основном из дополнительной информации об игре, за счет чего все сказанное становится неподдельно важным. Кто, кстати, не знает, в игрушке постоянно на протяжении вообще всей серии игр, на всем вообще прохождении, были везде разбросаны на карте вот всякие такие маленькие сокровища, которые постоянно нужно ходить, бродить, плавать вообще, все что угодно делать, но собирать эти, в общем-то, сокровища, чтобы получить все ачивки. У нас, кстати, заметьте, видите, инвентарь и вообще интерфейс аналогичен из Borderlands 2, то есть все перекачало оттуда. Ну, это, мне кажется, отчасти удобно. У нас, опять же, три ветки, то есть это одна там на какую-то там силу, другая на ловкость и что-то в этом роде. К слову, большинство летсплейщиков находит излишним пояснять подобные моменты, за счет чего у Филиппина это получается несравненно четко. Хорошим настроением и внутренней улыбкой веет от прохождения многих одиночных игр. Ух ты, у нас уже тем временем потемнело, собаку мы оставили в убежище и давайте поедем. Машина-то валит, тазик просто наваливает на самом деле наш. Совместочки удивляют и покоряют зрителя открытостью к исследованиям и экспериментам. Красочный голос Филиппина украшения для таких роликов. В меня просто сечелы врезали. Сколько тут маленьких? Ааа, тише, тише, тише. Это очень напряженная сейчас, друзья, катка, потому что вы посмотрите, какие размеры, какие, как говорится, ответственности друг перед другом мы сейчас с Олежей внесем. К минусам канала Филиппины с Бро я бы отнес некоторые исключительно бездушные, с вашего позволения, кооперативы. Не все. И, возможно, они были бы визуально приятными в виде монтажа, однако, по моему мнению, они не несут в себе ничего. На мой взгляд, причина тому, что в последнее время совместные прохождения перешли на один общий уровень, где летсплейщики только и делают, что угорают над всем. А еще я думаю, что для этого достаточно неповторимого оригинала. И злоупотребление иностранными словами отнюдь не покоряет. Я бы назвал это фишкой канала, если бы не корешило от очередного подобного перла. Ай, нет, нет, неу, неу, о май гад. К счастью, с русскоязычными фразочками все в порядке. Таким образом, канал Филиппинез Про позволяет нам увидеть замечательные приключения, заполненные положительными эмоциями и огромным набором как юморных ситуаций, так и экшн-сцен, дополненных всплесками радости или даже испуга нашего сегодняшнего героя. Этому мнению суждено было быть. Напишите свое в комментариях. А также подписывайтесь на канал, ставьте лайк под этим видео, вступайте в группу ВКонтакте, обязательно предлагайте своих летсплейщиков и будьте счастливы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok